Сегодня хочу показать конверты, которые возможно многие не видели, потому что это конверты еще до реформенной почтовой администрации Русской империи XIX века. Я не буду вдаваться в подробности и прочее, усложнять как-то материал, а просто давайте посмотрим, потому что, конечно, тема эта очень, возможно, неинтересная, но тем не менее, так, для знакомства, значит, наряду с марками в Российской империи, которая вышла в середине, там в каком, 61-м году или в 58-м, существовали конверты, и они были маркированы. Вот видите, вот простые такие квадратики, и вот это вот, тут вот такие вот были марки. Вот конверт 1875 года, 13-й выпуск, вот, клапаны закруглены. Вот это конверт, 15-й вспомогательный выпуск, 1879 год, с надпечаткой нового номинала. Кстати, этот конверт стоит 50 долларов, и этот конверт стоит 25 долларов. Обратите внимание, форма необычная, квадратная. Дальше, тут вот вроде бы простые тоже вещи, во-первых, нестандартная форма, в отличие от теперешних конвертов, видите, они были и такие, и такие, и вот, самое там для какого-то дамского маленького письма, побольше, и потом еще побольше конверт, на любой вкус. Это 83-й и 85-й годов, со стандартной маркой, голубой, здесь коричневый, 83-й и 85-й годов. Номиналы 5 копеек, 7 копеек, 7 и 7 копеек. По ценам, по 20 долларов, и эти по 20 долларов, вот вроде бы пустячок, простые, так сказать, какие-то бумажки, да, но тем не менее, 20 долларов они по каталогу, вот, стоят. Ну, я не спорю, одно дело стоить, а другое купить, это уже другой вопрос, но тем не менее, цена вот такая обозначенная. Ну, и тут еще остатки конвертов, уже немножко марка другая, но это те же года, 70-е прошлого века, цена точно такая же. Помимо конвертов, что гораздо интереснее, я хочу показать открытые письма, это карточки, да, вот посмотрите, вот это вот, немаркированное открытое письмо, 1872 года, без марки, но с почтовым орлом и с гербом. Если кто смотрит мои ролики, видел вот почтовый штемпель вот такого содержания, домарочный штемпель имеется в виду. И хочу обратить внимание вот на эти почтовые рожки, вот когда там нет вот таких вот молний, на более поздних, вот до, после реформы почтовой в Царской России, не знаю, там, по-моему, в 80-х годах она прошла, то чем, если нет вот этих вот молний, то, значит, вот это более старые вещи. Ну, посмотрите, просто вот как интересно, вот эта вот сетка, да, вот, вот эта вот сеточка аккуратненько, текст, который потом сделан, потом вторая карточка, тоже открытое письмо, только уже с маркой, вот видите, такая марка. 50 долларов, и это тоже, кстати, 50 долларов, стоят такие вещи. Для сравнения, открытое письмо более позднее, вот видите, без марки, просто 10 долларов. Ну, и давайте еще вот эти открытые письма посмотрим, тоже с уголками без марки. Вот это с маркой, почти такое же, видите, открытое письмо, только тексты тут уже немножко другие, видите, нижние. И открытое письмо, вот прошедшее почту, с шикарной печатью, четким штемпелем, с четкими датами, 1882 год. Прекрасный почтовой документ. 30 долларов, 30 долларов, вот такие вот эти. Я не буду залезать туда далеко. Покажу еще, где-то у меня были еще вот два, два, да, вот таких конверта, прошедшие почта. Давайте посмотрим, вот, вот так вот, два чегирин, название города. Вот, прекрасные штемпеля, тоже с четкими датами, тоже, и карточка открытая, видите, тоже старая вот эта. Тоже, тоже четкий штемпель, прекрасное, вообще-то, я считаю, прекрасное оформление, сам текст такой. Писали все-таки люди раньше, тоже красиво, ну, вот, пером, все как положено. Ну, и вдогонку, значит, более позднее я не буду показывать, как говорится. Вот я хочу показать вот такие две карточки. Ну, собственно, это типы России на русском и французском языках, русские карточки выпускались, прекрасные карточки. На одной, значит, трубочист, такой типаж, на другом почтальон. Ну, вот я почтальона, собственно, и хочу показать, то есть вот к этим вот конвертам и карточкам, какие люди работали. Давайте посмотрим более четко. Какой колоритный человек, вот, обратите внимание, да. Это чисто такое, чисто русское лицо с сокладистой бородкой. Знатные сапоги такие, юфтевые, посмотрите, как кожа мягкая чувствуется. Потом у него фирменный наряд. Знатная сумка кожаная, с эмблемой, пояс кожаный, рубаха фирменная, скокардная шапка. То есть это солидный, служивый, который выполнял свои функции, разносил письма, почту. Сейчас какие-то тетки бегают, черт, ты не поймешь, если там сумки нету, не поймешь. Почтальон, не почтальон. Вот, то есть шикарная такая фотография служивого человека того времени. Посмотреть любо-дорого, вот, прямо скажу. Вот. Ну, люди, которые есть, которые собирают вот эти вот, допустим, те же карточки, да, ну, трубочисты за одним. Тоже посмотрите. Другой уже типаж такой, субтильный мужичок, тоже фуражки тут у него тоже интересная вещь. Видите, вот грузило, которое он задает, метла. Сапоги тоже знатные. Просто приятно поглядеть. Тоже какая-то фирменная рубаха там, со всеми там делами. Приятные такие. Ну, вот, мне почтальон очень нравится. Такой типичный русский мужичок, как положено. Ну, ладно, собственно, на этом, наверное, я и закончу. Вот, чтобы, так сказать, не отвлекать слишком внимания. Посмотрели мы сегодня вот письма и открытые конверты. Ну, посмотрите вот еще на отпечатку. Вот, видите, как выглядит. 10 копеек, цена 7 копеек. Но, вот, видите, цены уменьшались в Российской империи. Не все дорожало. Потому что отпечатка дает новую цену. Ну, может быть, была какая-нибудь денежная реформа, но тем не менее. Был 10 копеек, стал 7 копеек. Вот так вот. А говорили, что Россия тюрьма народов, а там цены снижали. Так что, вот такие дела. Ну, вот еще просто посмотреть. Вот на эту. Посмотрите, какая поддача. Сама вот карточка. Она вот как произведение искусства выглядит. Открытое письмо. Три штампа. Почерк шикарный. Все как надо. Все как положено. Ну, ладно. Не буду отвлекать внимания. На этом закончим. Кратненький обзор, чтобы вы познакомились не только с марками, но и с сопутствующими какими-то материалами, которые помогают понять, как говорится, текущую жизнь той же царской России, что, в общем-то, там все так и было, как и сейчас. Ну, немножко, может быть, попроще, может быть, по традиционнее, а может быть, даже и по интереснее. Вот такие дела. Всем спасибо. Опять всем спасибо. Тот, кто досмотрел до конца мои ролики. Этот ролик в частности. И, надеюсь, я еще что-нибудь покажу, если, так сказать, будет желание со всех сторон. Всем всего хорошего. И, надеюсь, до скорых встреч. Продолжение следует.